Вашему вниманию 7 ключей, которые разблокировали моё воссоединение близнецовых пламён. Каждая пара близнецовых пламён проходит период подготовки, приводящий к их воссоединению. Полностью сдавшись, они входят в поток синхронных и предопределённых событий, обнаруживая друг друга всё более позволяющими и разрешающими, при этом руководствуясь высшей силой. Это волшебный путь от сдачи в просветление, где многие уроки наконец-то поняты, где прозрение события приводит к подтверждению и осознанию, и где близнецы выровнены с вибрацией близнецового пламени священного сердца и сознания. Поскольку я писала о положительном направлении, которое недавно принял мой собственный союз близнецового пламени, многие автоматически предположили, что сдвиг произошёл, потому что мой близнец наконец-то сделал это. К сожалению, это представление о том, что наше близнецовое пламя как-то является причиной того, что наше воссоединение не произошло, вводит в заблуждение и контрпродуктивно. Скорее, то, что стало возможным, совершить сдвиг были оба из нас, сознательно стремившиеся взять на себя полную ответственность за себя, а также свою роль в достижении баланса в нашей связи. Лично я пошла в осознание того, кто я, того, как я воспринимаю и создаю свою собственную реальность. И затем сознательно стремилась выровняться с сознанием, что вы знаете, от сердца. Вот моя история о событиях и осознаниях, которые катализировали эти изменения. Первое. Вы несёте ответственность за то, чтобы дать себе любовь, в которой вы нуждаетесь. «Почти 10 лет назад я провела 18 месяцев, пытаясь построить отношения со своим близнецом и потерпеть неудачу в этом. Я всё больше и больше разочаровывалась в его противоречиях и не знала, на какой ноге танцевать с ним. Несмотря на то, что он настаивал на том, как много значила для него наша близкая дружба, он продолжал отталкивать меня, используя мои предполагаемые ожидания в качестве оправдания. В конце концов, эмоциональная цена просто стала слишком высокой, чтобы платить. И поэтому я воспользовалась шансом выйти замуж и построить жизнь с некто другим. Эта жизнь, хотя и не полностью отражала то, кем я внутри была, дала мне передышку и временное спасение от связи. И, что более важно, дала мне семью, которую я всегда желала иметь. Не осознавая этого в то время, я действовала в идеальном отражении к своему близнецу, который в то время вернулся к своему безопасному браку, где он не мог быть полностью своим подлинным «я», но который не проходил с интенсивным огнем, вызываемым зеркалом его души мной. И только после того, как кризис за кризисом начали появляться в моей жизни, в быстрой последовательности, теперь почти два года спустя, я начала осознавать все прошедшее время. Я точно знала, что это был мой пробуждающий звонок от Вселенной. После шести месяцев личного ада я оказалась в тяжелом состоянии в больнице. В тот же день мое близнецовое пламя прислал мне письмо, в котором рассказал о позитивном образе отражений и энергии меня, которые он носит в себе, куда бы он ни шел. Это был первый раз до 8 лет, когда он упомянул о нашей связи и первый раз, когда я услышала от него больше, чем за 18 месяцев. Однако, когда я лежала в больнице, опустошенная потенциально, смертельной инфекцией и выздоравливающая после серьезной операции, он был последним, о ком я думала. Я просто онемела и знала, что все должно измениться. Во время моего медленного выздоровления я едва могла набираться энергии, чтобы делать что-то, кроме минимума, чтобы заботиться о своей работе и о детях. Под всем этим я просто хотела снова обрести себя. Вдохновленная одним из видео, я начала делать только то, что делал бы любящий себя человек. Я спрашивала себя, что бы ты сделал, человек, с любовью к себе? И следовало этому. По мере того, как я делала любящие выборы для себя, я начала чувствовать, что мое цельное и совершенное «я» активировалось, и моя душа начала чувствовать себя свободной. В конце концов, я поняла, что это моя ответственность – давать себе всю любовь, в которой я нуждалась. Я не могла ожидать, что кто-то будет полностью любить меня, если сначала я не буду полностью любить себя. Как только я начала больше любить и узнавать себя, я перешла от небольших положительных изменений к большим изменениям, чтобы создать более сбалансированную любящую жизнь для себя и своих детей. В конечном счете, я приняла решение оставить свое супружество, поскольку у меня, наконец, появилось достаточно любви к себе, чтобы признать все пути, которые не служили моему высшему благу. Второе. Вы уже цельны и одно со своим близнецовым пламенем. Мне не требовалось много времени, чтобы заметить, что чем больше я делала то, что мне нравилось, что приводило меня к себе настоящей, тем больше я чувствовала своего близнеца как часть себя, всегда присутствующим, когда я присутствовала. Это было больше, чем просто томительная неподвижная память о нем. Это было его настоящее, любящее, утешающее присутствие и энергия, полностью переплетенная и взаимодействующая с моей. Чем больше я становилась своим истинным «я», тем больше я сближалась с ним и с Богом. Это привело меня к глубокому осознанию того, что отключение от него на все эти прошедшие годы фактически привело к отключению от моего «я». Это был первый из многих пришедших ага-моментов. Меня поразило это отражение, та его часть, которую я несу внутри себя, никогда не перестанет притягиваться целым, что есть он, потому что это является его частью. И я никогда не перестану стремиться и жаждать той части меня, которую он несет с собой, потому что таково божественное правило, что все, что было отделено от Бога, должно вернуться к нему. Теперь я знала, что никогда не вернусь к тому, какой была я до знакомства с ним, потому что эта связь будет всегда. Это навсегда. Я поняла, что чтобы обрести покой и целостность внутри себя, мне нужно было принять то, кем он является для меня. Выбор был мой – принять и разобраться с этим или жить жизнью боли, изгнанной из моей собственной целостности. Я поняла, что восстановление Близнецового пламени – это внутренняя работа. Бесспорно, так как мы являемся частью друг друга, чтобы обрести баланс внутри нашей более высшей единой души. мы должны сначала обрести баланс внутри себя. Только создавая гармонию внутри, мы можем привлечь гармонию снаружи. Поскольку я вспомнила слова из его недавнего электронного письма, мне стало интересно, чувствует ли он то же самое единство со мной, которое я теперь осознала внутри себя. 3. Вы можете изменить свою реальность, изменяя свое восприятие. С осознанием своей собственной целостности. Ощущение того, что мой Близнец находится очень близко ко мне, на уровне сердца стало очень реальным. И с каждым вдохом я чувствовала его приближение все ближе и ближе. Дух теперь подталкивал меня сблизиться с ним. И через 7 месяцев после его письма я написала ему и рассказала о событиях прошлого года. Он ответил, что надеется, что я все еще считаю его близким другом. И как он хотел бы, чтобы я рассказала ему о своей болезни. И он мог приехать и присмотреть за домом и детьми. Я была озадачена, как он до сих пор, после почти 10 лет полного отсутствия контактов, говорит о нашей близкой дружбе. Конечно, он не ожидал, что я свяжусь с ним в случае необходимости после того, как он неизменно не появлялся у меня в прошлом. Это озадачило меня. В своем электронном письме он также сказал мне, как ему было грустно, что у меня никогда не было времени, чтобы увидеть, поймать его. До меня дошло, что он просил поговорить, увидеться или встретиться со мной почти в каждом письме за последние 8 лет. И что я просто игнорировала эти запросы без каких-либо объяснений. Внезапно я почувствовала, что он заслуживает услышать мои доводы. И поэтому я снова написала ему, сказав простую истину, заключающуюся в том, что я не могла объединить его с остальной частью моей жизни. И как встреча с ним разрушит жизнь, которую я так тщательно построила для себя. Это был первый раз, когда я смогла быть честной с самой собой, не говоря уже о нем, о боли, которую я все еще несла. Однако, когда я записывала эти слова, я знала, что больше не хочу бояться. Он ответил, что надеется, что моя дилемма никогда не помешает нашему общему делу, общим ценностям и мечтам. Я была еще более озадачена. Это был не первый раз, когда он сказал мне это. Почему он продолжал говорить о наших общих ценностях и мечтах, когда он явно не хотел и не имел времени разделять их со мной. Теперь я серьезно сомневалась в своей интерпретации прошлых событий, выборов, слов и так далее. Я была настолько озадачена, что прочла почти сотню наших старых электронных писем. И внезапно мне был дарован новый уровень понимания и осознания. Мое понимание внезапно изменилось. И я увидела обоих, его и себя, новыми глазами. Четвертое. Вы не ваша история и не ваш близнец. Я осознала все моменты, когда мое зрение было затуманено моим собственным эго. Я неверно и даже абсолютно неправильно истолковывала его слова и реагировала на него скорее из места страха и эго, чем из любви. Вещи, разговоры, моменты все вернулись ко мне. Первое, что я увидела, были все пути, на котором я просто не была готова или недостаточно зрелой, чтобы вступить в мой союз. Обвиняя его в течение 12 лет в том, что он был беглецом, я теперь могла видеть, что я была беглецом все это время и что я была так же напугана и не готова к силе этой связи, какой она была по сути. Мое сердце растаяло от сострадания к нему, когда мое обновленное понимание собственного поведения позволило мне глубоко понять его. Я смогла увидеть, как наше долгое разделение было и необходимо и неизбежно. Я также увидела, что его прошлые и нынешние выводы не имели ничего общего со мной, а скорее с напряженностью, с которой ему приходилось сталкиваться с самим собой. Конечно, я не была здесь жертвой. Это была просто история, которую я сама себе рассказывала. В итоге я приняла решение наконец отпустить все ложные истории, убеждения, роли и персонажи и полностью принять того, кто уже я есть. Когда я сделала это, я почувствовала себя свободной. Свободной от желаний, от грусти, от моих беспокойных поисков, от всех условий и барьеров, которые я создала для себя, когда еще не знала своей собственной силы или силы Бога. Пятое. Ваше близнецовое пламя в божественном служении вам, как и вы ему. Я поспешила предположить, что мой близнец был неосознан, что либо не видел правду, либо отрицал ее, однако теперь я была награждена знанием, что он всегда знал о нашей связи, так же, как и я, и что все это время он ждал, когда я войду в это же состояние. Я наконец поняла, что это подтверждение относительно его чувств никогда не могло исходить от него. Оно могло прийти только от осознания истины нашей единой души, где наша любовь всегда ощущается и переживается как одно. Ясно, что его любовь ко мне была такой же необъяснимой для него, как и моя любовь для меня. Он всегда независимо от обстоятельств любил меня и заботился обо мне. Мне больше не нужно было это слышать. Я чувствовала это. Он всегда появлялся, чтобы провести меня через пороги различных этапов. и реализации нашего путешествия своим способом, чтобы служить нашему союзу. Я увидела, как провоцируя и бросая мне вызов, он всегда приглашал меня к исцелению, соединению с моим истинным я и противостоять моим страхам. он всегда знал, что делать, говорить, чтобы заставить меня расширяться в любви. Мое близнецовое пламя всегда было моим самым крупным чемпионом, моим самым большим союзником и моим самым близким другом, даже когда внешние признаки заставили меня верить в обратное. Я поняла, что именно он, будучи именно в этой позиции, научил меня искать и находить утешение внутри разделяемого нами общего сердца близнецового пламени. Именно он, спровоцировав все то, что было исцелено внутри меня, научил, как это исцелять. Именно он, отвергнув мою любовь, научил меня, что ее нужно вернуть Богу. Именно он, забрав от меня свою любовь, научил меня, что мне не нужно чье-либо разрешение, чтобы дать ее себе. И именно он, позволив нашему разделению продолжаться в течение почти десятилетия, направил меня в место вне времени, где мы нераздельны в вечности. Я внезапно почувствовала себя смиренной и безмерно благодарной, когда осознала, что все это время он находился в божественном служении мне. Он пробудил меня, напомнил мне, кто я есть, научил меня пониманию истинной любви, а потом позвал меня домой к нему, к Богу и божественному служению так красиво. я чувствовала такую глубокую любовь и почтение к нему. Эта любовь заполняла все мои пустоты и начала переполнять все вокруг. И я молила Бога, чтобы я могла быть в таком же божественном служении своему близнецовому пламени в ответ. Я хотела всегда быть там для его роста, для высшего блага всего, чего бы это не стоило. Теперь я в доверии ему полностью и, наконец, могу облегченно вздохнуть. Мы вместе в этом несмотря ни на что. Шестое. Вы устанавливаете критерий, как вы проявляетесь в соединении. Я всегда знала, что он был моим зеркалом, но теперь я начала видеть точность, с которой происходит отражение. Я увидела внутренний баланс и вибрацию, которую мы оба должны были проявить, чтобы иметь возможность сойтись и быть вместе. И я начала смягчаться, зная, что если я смогу сбалансировать внутреннее, внешнее, измениться в отражении, и что если бы я увеличила свои вибрации, у него не было бы выбора, кроме как сделать то же самое. Я чувствовала, что все еще есть способ, чтобы все стало полностью на свои места, однако в то же время я решила восстановить новый критерий того, как я проявляюсь в связи. Я поклялась оставаться центрированной и соединенной и встретить все, что бы ни происходило. С любовью, состраданием и честностью. Я больше не стала бы осторожничать с ним или относиться к нему как к человеку с эмоциональными и духовными недостатками, который боится моей любви, моей страсти, моих чувств или ожиданий. И я больше не буду подбирать слова, эмоции или переживания из-за страха отпугнуть его напрочь. Эта энергия только когда-то вызывала сомнения и неразбериху между нами. В конце концов мы зеркала. Вместо этого я бы только исходила из силы знания того, что я знаю, что я была бы абсолютно уверена, что он отразит это мне. Если он этого не сделал бы, значит просто еще не время. Я хотела донести ему, чтобы он знал, что теперь я беру на себя полную ответственность за свою часть и признаю все способами, которыми я поспособствовала дисбалансу между нами. Я предложила встретиться с ним. Ответа нет. Я отправила ему свой номер телефона. Ответа нет. Я была заинтригована, почему он вдруг замолчал. Я чувствовала, как энергия между нами пульсирует с чем-то небывалым. И я не подозревала, что еще раз он точно знал, что делать, чтобы заставить меня полностью открыться этому новому осознанию внутри меня. Его молчание буквально вытянуло из меня истину. Седьмое. Зная, что вы знаете, и владея этим, вы и и ваш близнец будете приподняты из беспорядка в соответствии с вашей судьбой. Совершенно новым уровнем прозрачности и ответственности я написала ему длинное письмо, проникновенное письмо. Я не спрашивала и не просила, не надеялась и не предъявляла никаких требований. Я просто рассказала ему, рассказала все и пригласила его взять меня за руку. Я откликалась на высший призыв, на чувство принадлежания и бытия там, где мне необходимо быть, не только в более широком масштабе вещей, но и внутри моего собственного путешествия. Я чувствовала себя подобно птице, которая никогда не ставит под сомнение ее существование или путь, которая без каких-либо колебаний просто поднимается высоко в небо и позволяет теплым ветрам нести ее к месту назначения. Я знала, что не хочу, чтобы он вернулся в случае меньшем, чем его полное и истинное Я. И он мог занять все время и пространство, необходимое ему, чтобы добраться туда. Я знала, что в то же время Бог будет продолжать направлять меня и давать мне всю любовь, в которой я нуждаюсь. Однако, если я слышала этот призыв вернуться к нему, чтобы выровняться в соответствии с Божественным планом, то как часть единой души он должен был услышать этот же призыв. Не было другого пути. следовательно, разве я просто не утверждаю нашу судьбу, прося его объединить усилия со мной снаружи? Как он это сделал изнутри? Я знала, что моя электронная почта была сигналом, который сообщит ему, что пришло время вернуться домой. Я действительно призывала его божественное мужское начало соответствовать моему женскому божественному началу. Теперь я была королевой, готовой к тому, что мой король вернется домой править королевством, которое мы построили вместе. Не важно, что в конечном итоге существует только любовь, вибрирующая вместе сердце Бога в нашем вечном единстве и жизни. Вернуться к тому, кто мы есть, к тому, чему мы принадлежим. Значит, просто остаться там, остаться в этой любви. И теперь это стало моим единственным выбором. оттенком. Спасибо. 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 Продолжение следует...